Дорогие друзья, сегодня мы пишем в Алубке. Перед нами Алубкинский дворец и нижняя дорога входа в Алубкинский парк и Алубкинский дворец. И вы видите, пейзаж перед нами вполне симпатичный для написания. Как всегда, небочка, среда обитания. Единственное, что сегодня мы, может быть, чуть-чуть ход изменим. Мы наберем небо, а потом перейдем... Кистью наберем небо, а потом перейдем на тряпку, и тряпка перечислит основные цветовые пятна. То есть пойдем от очень мутного к прорисованному. Я беру разбавитель, беру белила, беру голубую ФЦ. Там примерно такой цвет и такая тональность. Небо светлое, но еще светлее его солнечные зайчики. Поэтому я оставляю пока светлым низ, для того, чтобы эти зайчики потом не сопротивлялись укладке тряпкой. Разжиженную красочку приведу, так сказать, в выкрашенное состояние. Небо там почти однотонное, нет светлости вдоль горизонта, а просто светлое однотонное небо. Тряпкой мы не вытираем, а распределяем красочку. Распределяем до аккуратного... Распределенного... Распределенного... Состояния. Несколько темнее у нас, чем небо, асфальт и каменные заборы и каменный вдали дворец. Его мы наберем через сиреневые. Голубой-розовый. И мы получаем сиреневизну, которая, вы видите, ложится от тряпки мутно. Штриховательно. И в этом есть своя вкусность. То есть буквально притираем холст. Синевые движутся по... По асфальтовой дороге. И поднимаются немного на забор. Причем готово? Сп сделал это. Причем готово? Достатьтететететететететете. Вероятно, здесь у нас упрутся в потолок картины, упрутся кипарисы. То есть они композиционно нам здесь выгодны, поэтому упрутся. Дальше у нас дворечик. Дальше у нас дворечик и одна из его каменных стен, а-ля крепостные стены. Дальше у нас дворечик. Дальше у нас дворечик. Наверное, все-таки переставим башеночку в более центральное место. Вот сюда. Спасибо. Спасибо. Возьмем теперь желтый и бирюзовый в пользу желтого, плюс белила и постараемся вот эту светлость в полную меру светлости набрать, светлость этой зелени. То есть перечисляем основные пятна нашего пейзажа, главные пятна. Возьмем кадмик красный, светлый и белила и чуть-чуть наметим себе освещенность каменной среды асфальта и каменных заборов. Даже немножко желтого добавил к кадмию красному, красному в разбели. Немножко желтого и вот почти оранжевый цвет этих светлых зайчиков. Только что вот эти звуки света лежали на асфальте, поэтому я их тоже обозначаю, хотя их сейчас уже не видно. Так, ну а теперь возьмемся за зеленый, который у нас будет, конечно же, зеленым в первую очередь. Но не только, периодически к зеленому мы будем добавлять розовизну, которая даст сиреневатость зеленому. И как следствие, некоторый солнечный эффект. Тряпка сама по себе неплохо рисует, и вы видите, практически ветви. Ветви ели прекрасно укладываются этим инструментом. Такой пейзаж сегодня мы пишем, что и придумывать ничего не надо, и так все нарядно. Вы слышите сейчас, как дети радуются окружающей среде. Место действительно потрясающее. Рядом ручей журчит, птицы поют. Все есть для счастливого общения с природой. Вы видите, тряпка очень симпатично укладывает. Она как предназначена для подобной работы. Смотри, давай! Смотри, давай! Смотри, давай! Сюда! И вы видите, что действительно красный, добавленный к зеленце, дает холодненький цвет зелени, который оттеняет яркий нарядный свет, освещенный солнцем зелени. Дает ощущение множества своим маканием. И уже нам не нужно обладать сверхтехникой укладки кистью, чтобы множество было эстетичным. Зелень нависает над забором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зелень собрала пейзаж. 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 И наоборот горизонтальным штришочком показываем лежачую плоскость асфальта. Зелень собрала пейзаж. Зелень собрала пейзаж. Зелень собрала пейзаж. Чтобы успеть все расставить и стартануть вовремя. Но тем не менее мы успели захватить самое главное световое ощущение. Ну а теперь будем его развивать. Единственное, что мы потеряли вот это. Ну в принципе эта штука не сложная. Какая будет, такая будет. Главное, чтобы здесь это содержание прозвучало. А это содержание, кроме фиолетового, имеет такой теплый оранжевый привкус. Мы возьмем фиолетовый цвет. Сначала загоним его. Пусть он даст розовость и тепленькость. И к нему же еще добавим оранжевизну, которая выявляет, что эта часть вся на свету. Светленькость, вернее освещенность солнцем выявит. Мне нравится ваша картина. Ну вот видите, нас уже похвалили. А чем вы рисуете пальцы? А чем только не рисуешь. Видишь, и ножичек у меня. Мне нравится ваша картина. Хорошо. А хоть и таз на него ты такой. Не, у тебя будут руки испачканы. Как у дяди испачканы. Мам, я хочу такую полосу и намалевать. Аж почти розовые. Чуть светлее в этом месте. Вот там вдаль толщина воздуха сделала свое. Потом уже уточнительно мы обрисуем силуэт. И будет все понятно. Вот так. Лезвием мастихина можно временно вырезать это дело, прежде чем мы кисти уточним. И уже какая-то ясность архитектурная появляется. Синька, которую мы изначально положили, синит, да, вы видите, она тоже нужна. Она везде помигивает и дает эффект воздуха. Поэтому хорошо начать с синьки. И уже синьку пачкать цветом. Теневую часть всю набрать через синий. Вы видите, от того, что мы сейчас оранжевизной. Мы чуть-чуть припачкиваем вот эту часть. Она буквально клубится светом. А здесь, как и в нашей природе, здесь все потише, здесь уже глубокая тень. Ну, в смысле, тень без этого праздника света. Мастихин удобно укладывает кипарисы. Маканием и чирканием. И чирканием по высоте, и чирканием по ширине. Опять с розовым взял. Розовый дал холодочек зелени. Здесь я только чуть-чуть воспользовался розовым, а здесь усилил. Продолжение следует... Желтый с бирюзовой вразбели. И мы вот эту нарядную освещенную зелень аж густой краской наполняем. Обратите внимание, что я постоянно вытираю мастихин в тряпку. Я постоянно вытираю мастихин в тряпку. Там откровенно оранжевого нет. Но оранжевый даст настроение солнечности, усилит настроение солнечности. Там есть фиолетовая оранжевизна, но мы ее преувеличиваем. Это веточки нашего кустика. Вот можно их даже чуть-чуть резьбой такой обозначить. Без разбела. Вот бирюза с желтым тоже дает ощущение солнца. Бирюза с желтым. 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 множество ряби мелкой ряби листвы и дает фактуру краски которая а фактуру краски любит световая часть то есть освещенные куски любят фактуру краски в тени зелень вы видите даже чуть-чуть сиреневит это плюс розовый и он дает такой зелень дает такой холодный оттенок кадми красный в разбили а теперь желтый в разбили по очереди каждый дадут усиление освещенности вдали напоминаю световые партии любят густую краску и мы наполняем густятинкой да чуть-чуть чуть-чуть поздненько мы приехали имейте ввиду что лучше приехать полпятого раздавленная густая краска звучит сиятельно и дает ощущение настоящего солнечного зайки раздавливаем еще хочу ваше обратить внимание что я не застреваю на каком-то одном куске картины пишу всюду всюду мои интересы я не забываю про о других кусочках которые кажутся может быть не актуальными не актуальные кусочки поддерживают своим своей некоторой сделанностью и важные куски поэтому делаем все всю картину сразу пишем ну единственно что может быть вот эта часть поскольку она и так останется в тени можно пока не трогать но мы ее набрали чуть-чуть обозначим кромку забора которая даже если там не было бы этого светика лучше ей быть с небольшим сиянием света по кромке здесь наоборот она светлая а а Тут кипарис стоит, обозначим. Особенно хорош будет кипарис в связи с тем, что его заслоняют листья гигантского инжира, а они другие, чем вся остальная здесь растительность. Это будет красиво, если мы обозначим разнообразие зелени, представленной перед нами. Смотрите продолжение в следующей части. Крупные листья инжира, вот они здесь, вот они заслоняют. Лежачая кисть к холсту, лежачая, удобно раздает листья. Чуть-чуть световых, чуть-чуть теневых. И можно несколько еще и веточек дать. Вот такие они у инжира. Чуть-чуть пробивается свет сквозь. Вы видите, какие тряпка раздает нарядные и правдоподобные множество листьев. То есть мы берем тряпку а-ля розочка, зачерпываем нужный цвет. И вот такими маканиями. 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 Добро. Маканиями. Спасибо. Поскольку теневая, поскольку мы положили туда мало краски, она довольно легко обводится. И вот таким вырезанием обрисовали. А дальше уже уточнительно укладываем. И укладываем силуэт. Опять же, можно всегда сфотографировать местность и в домашних условиях довести это дело до более точного. Причем даже по сухой картине можно вполне дорисовать. Вы видите, преувеличена рыжесть этой архитектуры. Но оно дает эффект солнечности. Хотя эта рыжесть там есть. Причем даже по подствêtам. Так же видим что, тем ... Причем Продолжение следует... Продолжение следует... То есть это вот все, что у нас на палитре практически валяется, слегка серебристого цвета. Продолжение следует... Продолжение следует... То, что много отдыхающих и люди смотрят на пишущего картину, конечно. Но я думаю, что это вас не должно отталкивать от работы на пленэре, хотя бы потому, что жизнь художника несколько публична, несколько выставочна. И даже то, что вы будете делать, если вы, конечно, может быть и видео посмотрите, даже то, что вы будете делать, все равно для них будет нечто потрясающее, хотя бы потому, что они так не делают. Поэтому не стесняйтесь, выходите и пишите. Пусть это не станет... наличие зрителей не станет для вас проблемой. Вы видите, я уложил несколько крупных пятен, которые легли на почти продресь холста, почти на сухой холст. Он только припачкан. А новые мазочки немножко с веществом, раздавленным веществом, раздавленным. Вот. Но они легли прозрачно, на прозрачное. И в целом все это смотрится прозрачно, как и прилично тени. Тень прозрачна. Похожим образом поступим и здесь. Мастихин сам раздает разнообразные лоскутки камня. Вот эта голубизна, которая осталась от первичной укладки, тоже хороша, вы видите. То есть не значит, что это все должно быть равномерно закрашено, как там, на природе. Нет, пускай оно будет мерцательно, пускай мерцает голубизна. Вот, буквально лоскутки, лоскутки. И уже каменность забора выразилась. Там виднеется арка. за которой тоже солнечный свет просто заливочку света совершил. да, Пускай unst hijo как то, Так как да, parar Продолжение следует... 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 Продолжение следует...